Александр Лукашенко 20 августа вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Во время церемонии Лукашенко объяснил, когда будет собираться Всебелорусское народное собрание. О принципах, по которым будут собираться делегаты Всебелорусского народного собрания, он заявил, если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах, если они там щиты сложат, а ведь так было в мире и ни в одной стране. Или предательство по типу Украины, когда президент предал своих ребят, бросил и улетел. «Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения», – сказал Лукашенко и привёл в пример бегство с Украины бывшего президента Виктора Януковича в самый разгар революции достоинства. Из этих слов эксперты сделали вывод, что Лукашенко боится государственного переворота, по примеру, соседствующей страны. Эти опасения вполне объяснимы, ведь всего пару месяцев назад Россия и Беларусь уже заявляли о предотвращении переворота и покушении на Лукашенко. Его якобы планировали на 9 мая 2021 года. После появления информации о подготовке государственного переворота в Беларуси, Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский президент утверждал, что госпереворот организовывался руководством США, а заговорщики планировали даже взять в заложники его детей и подготовили для этой цели погреб в Гомельской области. В свою очередь Путин дал свою оценку ситуации в рамках послания Федеральному собранию, которое прошло накануне визита Лукашенко в Москву. Так, президент России указал на нежелание коллективного Запада замечать попытку госпереворота в Беларуси. После этого инцидента в Беларуси впервые завели уголовное дело по статье УК «Подготовка государственного переворота». Эксперты считают заговор, целью которого власти в Минске называют покушение на Лукашенко, провокацией КГБ, которому удалось провести оппозиционеров. Спецслужбы Беларуси утверждают, что военный переворот намеревались совершить по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов и физическое устранение президента Лукашенко. Это не первая попытка покушения или его подготовки на Лукашенко, о которых он сам заявлял. С 1994 года наблюдатели насчитали уже семь таких случаев. 19 августа во время церемонии награждения силовиков Александр Лукашенко обратил внимание на то, что за годы независимости все привыкли жить в спокойной, красивой и обустроенной стране, что беларусы могут трудиться под мирным небом. При этом, по словам президента, скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного запада никогда не прекращалась и не прекратится. Он отметил, что Беларусь – относительно небольшая средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении.